Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. План по мобилизации в крае выполнен наполовину, сообщил глава региона. Военный комиссар обратился ко всем, кто находится в запасе вооруженных сил России. 700 машин за утро. Обстановка на приграничной с Казахстаном зоне остается напряженной. Без плесени и протекающей крыши в поселке Галуха Заринского района учебный год начался в обновленной школе. План по частичной мобилизации в Алтайском крае выполнен лишь наполовину. Об этом сообщил сегодня губернатор на видеоселекторе с руководителями муниципальных образований и военными комиссарами. Напомним, Виктор Томенко возглавляет призывную комиссию. Принималось много решений по критериям, которым должны соответствовать граждане, подлежащие частичной мобилизации. Принимались решения по тем категориям, которые пока призыву не подлежат. В некоторых случаях мы уточняем и корректируем решения, которые были сделаны. Вы знаете, сегодня в средствах массовой информации мы цифру озвучили о том, что 59 человек, в конечном итоге, которые в первом составе прибыли в Омск, пересмотрели решения, вернулись назад, мобилизованные. В некоторых случаях уточнение происходит, учитывая масштаб, темпы, а также новизну такой работы, уважаемые коллеги, это нормально, очень оперативно поправляем ситуацию там, где это надо. Ну, день за днем все будет, значит, четче становиться и таких уточнений, я думаю, будет меньше. И сегодня же к жителям края обратился военный комиссар Алтайского края. Он пояснил, кого мобилизуют в первую очередь и кому нужно самостоятельно прийти в военкомат. Мы призываем граждан, пребывающих в запасе, проходивших военную службу, имеющих требуемую военно-учетную специальность, следующих возрастов. Прапорщики, сержанты, солдаты до 35 лет, младшие офицеры до 50, старшие до 55. В первых отправках убыло около 100 граждан старше указанных возрастов. Мной были отданы указания начальнику отдела призыва проинформировать данных граждан об их праве выполнить свой конституционный долг, либо вернуться к постоянному месту жительства. Часть граждан изъявили желание остаться в рядах вооруженных сил. А часть, 62 человека, изъявили желание вернуться домой. Губернатор также распорядился создать службу помощи семьям мобилизованных. В каждом муниципальном образовании необходимо, по его словам, определить ответственных, которые будут незамедлительно откликаться на просьбы семей. Органы соцзащиты должны выяснить, какая помощь требуется. К примеру, по ремонту сантехники, уходу за детьми и все лох по вопросам, связанным с личным подсобным хозяйством. Семьи не должны оставаться без внимания. К слову, сегодня призывников вновь провожали в Бийске и Барнауле. А первые мобилизованные из Алтайского края уже прибыли в Омск на учебные сборы. Ну а с завтрашнего дня в Барнауле начнет работу первый пункт сбора вещей и продуктов питания для мобилизованных. Его организовали общественники, краевое сообщество многодетных и приемных семей. Они начнут с завтрашнего дня принимать теплую одежду, зимние куртки, термобелье, носки, шапки, а также предметы, которые облегчают походные условия – спальные мешки, дождевики и не портящиеся продукты. Передать можно необходимые медикаменты и средства личной гигиены. Жители по своему зову, им хочется бабушкам, маме многодетной, она понимает, у него самые там сыновья растут, чтобы у него была теплая шапочка, теплые варежки. Она понимает, что у него там это есть. Но людям хочется, чтобы это было отсюда, с Алтайского края, с земли. И поверьте, для них вот все, что мы передаем, письма, будь то варежки, шапка, для них очень важно. Это тепло, это от души, это от нас. И это вот не то, что они там ходят губосые, голые. Нет, это не так. Но вот то, что отходит от жителей с любовью, я считаю, это нужно обязательно реализовывать. Отметим, это первый пункт сбора вещей от народа для призванных на спецоперацию. Но известно, что в ближайшие дни такие хотят открыть и другие общественные организации. Вещи принимают по адресу улицы 50 лет СССР, 59. К слову, спрос на военную одежду в Алтайском крае вырос в разы. После того, как 21 сентября объявили о частичной мобилизации, жители региона начали активно скупать камуфляжные костюмы, берцы, рюкзаки и другие армейские товары. Такая же ситуация наблюдается в Новосибирске, Москве, Краснодаре и целом ряде других российских регионов. Хватит ли униформы всем и вырастет ли на нее цена? Расскажем далее. Это заголовки новостных сайтов из соседних регионов. Там мужчины ринулись в охотничьи и рыболовные магазины. В первый же день мобилизации стали скупать камуфляжную одежду, рюкзаки и теплые вещи. Это самый бюджетный, самый минимум. Плюс сюда надо добавить нож, фонарик, два маркера белый-черный, носки, три пары летних, две пары зимних. Сегодня волна повышенного спроса на армейские товары докатилась и до нашего края. В связи с последними событиями в сети интернет появились новости, что люди скупают в охотничьих магазинах всякие разные камуфляжные костюмы, термоноски, термовещи, спальники, рюкзаки и всякие теплые вещи. Мы решили проехаться по некоторым магазинам в городе Барнауле и проверить, так ли это на самом деле. Администрация одного из магазинов Барнаула говорит, на камеру отказалась, но устно поделилась. Спрос на военную одежду вырос и сильно примерно раза в три. Самый большой наплыв покупателей в утренние часы, сразу после открытия магазина. Причем приходит много тех, кто не получил повестку. Собираюсь ехать на спецоперацию. То есть пришла повестка, да? Ну, не точно, но ожидается. А что надо прикупить с собой, что ищете здесь? Рюкзак, как я понял, да, уже? Рюкзак. А что еще? Натильное белье. Термобелье, да? Термобелье, да. А спальники, камуфляж, костюмы были в городе? Нет, там говорят, выдадут. Кроме камуфляжного костюма я собираюсь купить рюкзак, естественно, спальный мешок, куртку, сапоги. Если придет повестка на мобилизацию, то я уже буду готов. Ходят слухи, что ничего не выдают и приходится закупаться заранее. По словам сотрудников магазина, полки пустеют очень быстро. Некоторые покупатели весьма взыскательны. Тщательно выбирают расцветку ткани, но есть и такие, которые максимально практичны. Выбирают подходящий товар и независимо от его стоимости идут на кассу. В других магазинах снимать на камеру нам не разрешили. Но везде подтверждали, что спрос на армейские товары сегодня ажиотажный. Сотрудники торговых точек не исключают, что скоро полки могут опустить. Если спрос не снизится, поставки могут не успевать. Так, в одном из крупнейших охотничьих магазинов Барнаула ближайшее пополнение армейских товаров ожидается не раньше, чем через две недели. Что касается цен на товары, администраторы уверяют, что поднимать их не будут. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Почти 100 тысяч россиян, среди них есть и жители Алтайского края, уехали в Казахстан после объявления частичной мобилизации. Из-за желающих покинуть нашу страну на приграничной территории образовался транспортный коллапс. На сегодняшний день затор, правда, уже не столь серьезен. И наша съемочная группа побывала в приграничной зоне и оценила ситуацию своими глазами. С пограничниками разговаривал. Уже за утро прошло около 700 машин из России. Алтай, Омск, Новосибирск, Красноярск и даже Москва. Огромный шлейф из машин с номерами самых разных регионов скопился в прошлые выходные в районе Веселоярска, Рубцовского района, у границы России с Казахстаном. Соотечественники экстренно покидали страну. Если в понедельник, 26 сентября, длинный затор из машин на приграничной с Казахстаном территории составлял около полутора километров, то сегодня ажиотаж поубавился и не превышает 300 метров. В очереди уже не сотни, а десятки машин. Тем не менее, даже такое количество нетипично. Еще неделю назад дальнобойщики, водители грузовиков и легковых машин, пассажиры не дольше двух-трех часов коротали время в пробках. После объявления в России частичной мобилизации время ожидания увеличилось в разы. Как давно стоите здесь? Ну, ночью приехали. Два часа ночи. То есть это уже приличненько? Ну да. Сколько? Восемь часов получается? Восемь-девять? Ну, где-то так. Это впервые такая ситуация или так стояли уже? Не впервые. Как вообще в целом реагируете на конфликт между Россией и Украиной, вот как гражданинами на Узбекистане? Вроде бы еще относительно недавно все были одной большой страной. Ну, политика я не понимаю. Ну, как бы, ну, основной мы работаем в Россию, да? Ну, поддержку России, конечно. С двух часов ночи я здесь стою. Ого, это прилично. Пробка. Да. С двух ночи. А продвигалась она как-то или вот как встали? Сначала стояла, стояла, потом поехала. Есть какое-то чувство, не знаю, тревоги там, еще чего-то? Да, мне кажется, она вообще не есть какой-то небольшой. Были нас слышали, что на границах ажиотаж, что там от мобилизации некоторые там? Нет, не было. Я думал быстрее. Думал бы быстрее будет. А вы где живете? В Кемеровске. В Кемеровске. А вы в гости поехали, получается. А, вы сказали ненадолго, это две, это недели три. Нет, меньше недели. С 21 сентября в Казахстан уехало 98 тысяч россиян. Из них свыше 64 тысяч выехали за пределы республики. Тем не менее, рынок недвижимости успел отреагировать. Стоимость аренды взлетела в несколько раз. Легче тем, у кого есть в Казахстане родственники. Я решил поехать, увидеться с родственниками. Я жил в Казахстане 10 лет. Даже 18 лет. 10 лет жил в России. Вот сейчас вот хоть хотелось вернуться. Вроде бы в Алма-Ате сильно дорогие квартиры сейчас. А я вот с пригорода буду родственникам жить. Вы подлежите иммобилизации? Нет. То есть у вас пока категория не А? У меня не А. Я работаю в этой компании. У меня есть высшее образование. На границе и семья из Казахстана. О непростой обстановке в России они знают не понаслышке. Их сын – житель Российской Федерации. Сыну уже 37 пока. Он сейчас и броню ему дали на работе. Ему броню пока дали, выдали. Ну а так… Он с чем занят? На заводе работает. На заводе? Да. Который ходит в оборонный комплекс? Да, в оборонный комплекс. Мы нормально переживаем, как и все россияне. Все, конечно, переживают за своих сыновей. Естественно, переживают. В Казахстане к россиянам очень хорошо относятся. Я бы сказал, плохого нету такого. Казахстанский народ гостеприимный. На территории Казахстана россияне могут находиться до 90 дней. Для пребывания свыше этого срока нужно получить вид на жительство или временную регистрацию на основании трудового договора. В интернете пишут о том, что уже в октябре для въезда в Казахстан может потребоваться заграничный паспорт. Но пока официальных решений на этот счет нет. При этом власти республики обещают оказать помощь приезжим россиянам в плане безопасного пребывания в их стране. Но добавляют, никаких преимуществ граждане России не получат. К слову, если россиянин получил повестку и уехал, то на территории России его ждет уголовная ответственность. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. К другим темам. Представители свыше 30 турецких компаний пришли на переговоры по сотрудничеству с промышленными предприятиями Алтайского края. Вопросы торговли и взаимодействия обсуждают в Стамбуле в ходе международного форума МАКТЕК Евразия-2022. В составе алтайской делегации 9 промышленных предприятий и 1 логистическая компания. Какие планы и ожидания у российского и турецкого бизнеса расскажет Анна Рашагирова. Руководители и сотрудники крупных промышленных предприятий Алтайского края в эти дни находятся в Турции на международном форуме. В состав делегации от России вошли также представители Москвы, Московской и Ивановской областей. Но наш край единственный из регионов, который представил коллективный стенд со своей продукцией. Результат есть. Более 30 турецких компаний стали потенциальными партнерами нашей страны, в частности нашего края. Сегодня очень большая потребность у нас не только продавать собственную продукцию турецких партнеров, но и приобретать производственное оборудование, необходимые комплектующие. Мы хотим привлечь потенциальных промышленных резидентов, инвесторов на территорию нашего региона, Алтайского края. Также мы хотим обсудить ряд вопросов, связанных с созданием совместных производств. К слову, в прошлом году Турция была на 14-м месте среди внешнеторговых партнеров края. Это направление не относилось к числу основных, а сегодня его активно разрабатывают. Потенциал есть. По нашим оценкам выставка масштабная. Мы прошли павильоны, нашли абсолютно разноплановое оборудование. На днях российская делегация посетит промышленную зону Турции. Затем сюда деловые визиты планируют делегации республик Башкортостан и Карелии, Красноярского края, а также Рязанской и Московской областей. Анара Шагирова, День с толком. В Барнауле после трагедии в Ижевске вновь заговорили об усилении безопасности в учебных заведениях. Наводить порядок надо и на законодательном уровне, считают эксперты, чтобы исключить возможность попадания оружия к психически нездоровым людям. Ну а накануне на Совете безопасности директоров школ еще раз обсудили, всего ли достаточно в учреждениях для спокойного учебного процесса. Проверки в школах на предмет безопасности проводятся регулярно. В году минувшем после очередной трагедии со стрельбой речь вновь зашла о том, чтобы школы охраняли специально обученные люди, а не бабушки и дедушки. Теперь образовательные заведения под присмотром частных охранных предприятий. Их работу оплачивают из бюджета города. Вместе с тем есть еще некоторые моменты бдительности. Было проведено экстренное совещание, совет директоров города, где мы определили, что нужно, во-первых, провести самопроверку, еще раз проинструктировать всех ответственных лиц, ну и комитетом по образованию, ну и я думаю, что и силовыми ведомствами будут произведиться такие проверки, потому что безопасность детей – это самое главное. Предстоит проверить не только все необходимые документы, но и то, как реагирует охрана на появление в школах посторонних людей. Конечно, все действия, которые должны люди выполнять, в том числе Росгвардии, они должны в норматив укладываться и так далее. И это мы тоже тренируем, то есть при нажатии кнопки, чтобы люди вооруженные приехали в случае какой-то угрозы. Ну, скажем так, бдительность на сегодняшний день – это самое главное, что должно быть в каждой школе. Руководитель городского комитета по образованию напомнил, что на сегодняшний день все школы Барнаула оборудованы всем необходимым для обеспечения безопасности учащихся. Везде есть тревожные кнопки, рамки металлодетекторов, видеонаблюдения. Но многие эксперты настаивают, если в стране не примут мер в отношении оборота оружия и не наведут порядок с психически нездоровыми людьми, решить вопрос безопасности кардинально вряд ли получится. Татьяна Голубева, День с толком. В поселке Галуха Заринского района начался учебный год в обновленной школе. Без плесени и протекающей крыши. Теперь здание, которое еще недавно трещало по швам, выглядит так, что даже городские школьники могут позавидовать такой школе. Почему, расскажет Ирина Корчагина. Как сказал учитель технологии, именно этот стол нужен для того, чтобы работать с инструментом. О старой жизни здесь напоминает только этот раритет. Школа в поселке Галуха – одна из крупнейших в районе. Здание построили в 89-м году. Больше 30 лет школа не видела ремонта. Сегодня откапиталили все – от электрики до отопления. И это видно даже в мелочах, начиная с фойе. До этого у нас была обувь, которую просто ставили дети, и они были раскиданы. Сейчас-то современная, конечно, раздевалка. Новая столовая, актовый зал, учебные классы. Ремонт коснулся всего здания, а это 3,5 тысячи квадратных метров. Современное оборудование, мебель. Но даже вот детей любого спросили, они сказали, что сейчас школа очень красивая. Телевизор нам подарили вообще. Буфики поставили, сидеть можно. Еще сделали воду, специальные кранчики такие. Она теперь как стала городская школа. Кристина Коваленко – учитель начальных классов. И она сама когда-то училась в этой школе. Сравнивать есть с тем, конечно. Было очень холодно зимой. То есть мы занимались в куртках. Все протекало. У нас стояли везде ведра на полу. Абсолютно везде. Весной вовсе текли потолки. Конечно, наш техперсонал как мог, так и справлялся с этим. Плесень разрасталась. Тоже, конечно, боролись с этим. Но, конечно, сейчас. Это вообще невозможно сравнить ни по одному из аспектов. Это повод вернуться сюда. Еще раз посетить школу свою родную. Но ремонт школы в небольшом поселке не обошелся без скандалов и критики со стороны нескольких родителей. Строительные работы начались в прошлом году. Сдать объект должны были к сентябрю 2021 года. Однако подрядчик не уложился и в следующий срок. Январь этого года. Разово начали во всех помещениях производить ремонт. Была осень. Сложность была в том, что пошли дожди. Соответственно, помещения, в которых начали производить ремонт, начали поступать осадки, то есть вода. И произошло, скажем так, частичное замыкание стен и полов зданий. Плюс к этому во время самого ремонта оказалось, что заявленных работ и средств недостаточно. На сложном объекте всплывали новые проблемы. В итоге удалось добиться доп. финансирования и начать учебный год в новой школе. Планерки проводились у нас регулярно. Скандальные, волевые. Мы ругались с подрядчиком. Я принимал несколько раз участие. Но 1 сентября нам удалось свою школу запустить. Ребятишки пошли в учебный класс. Я был на линейке. Все проблемы течи, кровли и всего остального, все решено. Подписано в стройнодзор. Если какие-то вопросы будут в стройнодзор, за это, безусловно, ответит. Сегодня ремонт почти завершен. В декабре строители доделают правое крыло здания и спортивный зал. По словам директора, эти работы не мешают учебному процессу. Кстати, в самой Галухе надеются, что скоро в школу пойдут новые ученики. Дети работников цементного завода, которые находятся в поселке. Эту школу мы почему еще запустили и наставили на этом? В сельских школах везде есть убывание населения. У нас там цементный завод, который проходит в фазу глобальной реконструкции. И на него поехали специалисты с других уголков нашей страны и Алтайского края в том числе. У всех есть ребятишки. Будут новые рабочие места и должны быть ребятишки где-то размещаться. И вот, ну, школа должна соответствовать критериям. В этом году в классы зашли 163 ученика. А в целом учреждение рассчитано почти на 500 мест. И, возможно, школа, которая еще недавно была близка к разрушению, в будущем еще примет за свои парты почти полтысячи маленьких жителей Галухи. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. День с толком.